Дмитрий, пожалуйста, на поклоны. Слава Шелепаупаде. Сегодня мы прочитаем завершающий из запланированных для изучения стихов Бактира Самбрита Синду Некоторые предности. И это будет стих, сегодня главным будет стих, описывающий принцип Юктовой Раги. Занятие всего, что нас окружает, служение Верховному Господу. Итак, прочитаем текст. Это Бактира Самбрита Синду, 1, 2, 255. Мы прочитаем также и 256-й текст, поскольку они как такие, такая комплиментарная пара, дополняют друг друга. Омному Бхагавате Васуде Вая Омному Бхагавате Васуде Вая Омному Бхагавате Васуде Вая Итак, 255-й текст. Анасактасия Вишаян Ядхархам Упаюнджатахам Нирбандах Кришна Самбандхе Юктам Вайрагем Учаты Я приведу здесь перевод, его в стихе Багаватгиты, в комментарии к стиху Багаватгиты 6.10. Тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришни, воистину свободен от собственнических чувств. Также прочитаю, как Илбану с вами переводит этот текст в переводе Бхактина Санатасиинду. В Айраге то личности, которая использует все объекты для развития предности, в то же время оставаясь отреченным от них, является воистину подходящий для Бхактини. То есть в Айраге, человека, который использует все служение, задействует все в предном служении, но при этом не привязан к этим вещам, является подходящий для Бхактини. Объекты должны последовательно и с решительностью связываться с Кришной. Все объекты, все окружающие нас объекты должны решительно связываться, последовательно и решительно связываться с Кришной. Посмотрим сейчас на пословный Пословно попробуем пройтись по этому тексту Итак, здесь дается определение юкта-вайрагии Вайрагия означает отречение Вайрагия или еракти Юкта означает задействовать что-то То же самое от глагола юдж, от которого происходит с того йога То есть юкта-вайрагия – это принцип Когда мы используем объекты служения Кришне Но при этом остаемся непривязанными к ним Ради собственного чувственного наслаждения Итак, последняя страха стека говорит Это определение юкта-вайрагия-вушчатэ А теперь что же это такое? Что же это за юкта-вайрагия? Я думаю, с какого слова нам начать? И думаю, что здесь решающим является слово нирбанха То есть юкта-вайрагия – это нирбанха Нирбанха означает решительность, последовательность, определенность То есть это как качество характера решительно, последовательно Задействовать все в служении Кришны Кришна-самбанхи Кришна-самбанха – связь с Кришной Кришна-самбанхи означает «в связи с Кришной» Задействовать все в служении Кришной О чем говорится в первых строках Анасактасия для того, кто не привязан. Упаюнжитаха для того, кто задействует. Для того, кто задействует. Вишаян. Вишаян. Объекты. Объекты чувств. Объекты, окружающие нас. Ядхарха так, как надлежащим образом. Надлежащим образом. Если мы свяжем все вместе, то получится, что Анасактасия для человека, который использует Вишаян, объекты. Точнее так, Анасактасия для человека, который без привязанности Упаюнжитаха, использующего Вишаян, внешние объекты, Ядхархам, как следует, Нирбанха, с решительностью, Кришна-самбанхи, в связи с Кришной. Вот такое решительное его использование, последовательное использование, называется Югтавархи, Югтавархи, Мучатэ. Итак, еще раз, Анасактасия указывает на непривязанность, Упаюнжитаха, задействование, Вишаян, объектов чувств, Ядхархам, как следует, Нирбанха, решительно, Кришна-самбанхи, в связи с Кришной, Югтавархи, Мучатэ. Вот это называется Югтавархи, Югтавархи. Тот, кто ни к чему не привязан, в то же время использует все для служения Кришне, воистину свободен от собственнических чувств. То есть не привязан Анасактасия, свободен от собственнических чувств. Прочитаем сразу и вторую часть, это 256-й текст, который, как бы, говорит о том, что это условие, как бы, является необходимым и достаточным. Прапанчика, Тая, Будьян, Харисамбанхи, Вастунахан, Умукшаби, Паритя, Го, Вайраги, Мхалку, Катхятэ. Это уже определение не Югтавархи, а Пхалгу, Вайраги, Пхалгу. Пхалгу означает ложный Пхалгу. А Пхалгу название, название реки, реки территории современной Индии. Кто-то из вас купался в реке Пхалгу? Да, правильно, вопрос с подвохом, потому что это река, это река подземная, потому что никто не поднял руки. Эта река протекает под землей, ее как бы можно услышать, но не увидеть. Да, поэтому также Пхалгу стало синонимом чего-то, что ли, ненастоящего, непроявленного или ложного. Поэтому Вараги, Пхалгу, Катхятэ, ложные Вараги, что называется ложные Вараги? Это паритьяга, тоже отречение, мукшуби, теми, кто желает, для тех, кто желает освобождения Харисамбанхи Вастуна, вещей, которые связаны с Кришной. И каким образом, прапачикатая будья, это значит материальным разумом. Те, кто своим, по сути, материальным разумом, желая освобождения, мукшубихи, паритьяга, отрекаются от Харисамбанхи Вастуна, вещей, которые связаны с Кришной. Харис, Хари, Господь, Самбанхи, связь Вастунаха, вещей, от вещей, это отложительный падеж, хотя может быть родительный, неважно. От вещей, которые связаны с Кришной, отречение таких людей называется ложным. Халговая рагия. И уже полностью прочитаем эти два текста вместе. Перевод. Тот, кто ни к чему не привязан, и в то же время использует все это служение Кришни, воистину свободен от собственнических чувств. С другой стороны, если человек отрекается от всего, не зная, что все связано с Кришной, его отречение нельзя считать полным. Ну так, мягкий перевод. Его отречение нельзя считать полным. Отречение является, как он с вами переводит в нектаре. Бахтера Самбарита Синду бесполезно. Этого и ради является бесполезным. Интересно, что Джива Гасами в комментарии приводит, говорит, что человек не должен отказываться, например, от остатков пищи, предложенной Господу. Второй стих, как иллюстрация для второго стиха, он говорит, что не нужно отказываться от остатков пищи, предложенной Господу. И одно дело, если человек еще сам по своим каким, просто сам не хочет. Но когда ему предлагают, и он отказывается, то это уже оскорбление. Это ложное отречение. Это ложное отречение от просады Верховного Господа. Мы можем прочитать из 14 главы. 14 главы нектара предности. Сейчас посмотрим, где это подготовил. Да, в 14 главе нектара предности Шила Прабада немного тоже комментирует эти стихи. Вот здесь, с этого момента мы не должны отрагать то, что может быть использовано. Слушай, Мари Кришна. Давайте прочитаем этот абсцесс. Кришна Мурти Прабху, примите, пожалуйста, мои поклоны. Можете, пожалуйста, прочитать. Мы не должны отвергать того, что может быть использовано в служении Господу. В этом секрет преданного служения. Нужно принимать все, что может найти применение в сознании Кришны и способствовать нашему совершенствованию в преданном служении. Например, для распространения движения сознания Кришны мы используем разнообразную технику, диктофоны, печатные машинки, магнитофоны, микрофоны и самолеты. Иногда нам задают вопрос, почему же вы сами используете материальные вещи, если осуждаете прогресс материальной цивилизации? Спасибо. Спасибо большое, что вы можете проговорить. Давайте вот это прочитаем. Моджихри Прея можете, пожалуйста, прочитать. Примите, пожалуйста, этот проклон. Мой проклон тоже, пожалуйста, примите. На самом деле мы его не отсуждаем. Мы только просим людей делать всё, то, что они делают в сознании Кришны. Это тот же самый принцип, в сознании которого Кришна, Бхагавадгите, советует Тарджуне применить свои способности воина в преданном служении. Этим же принципом руководствуемся и мы, используя технику служения Кришны. С таким отношением к Кришне, иначе говоря, в сознании Кришны, мы можем использовать всё, что угодно. Спасибо. Спасибо большое. Олег Прабу, примите, пожалуйста, мои поклоны. Можете, пожалуйста, дочитать эту атомизацию. Борис Кришна, дорогие видения, прошу приняты мои такожи поклоны. Если пишущую машинку можно использовать для распространения сознания Кришны, то наша обязанность воспользоваться ею тоже относится и к диптофону, и к любой другой вещи. Мы исходим из того, что Кришна — это всё. Он и причина, и следствие. В этом мире нам ничего не принадлежит. Всё принадлежит Кришне, и всё должно использоваться для служения Ему. Такова наша точка зрения. Спасибо. Большое спасибо. Шилпрупада говорит, что в соответствии с этим принципом Виктова Раги всё можно использовать в служении Господа. Диктофоны, печатные машинки, магитофоны, микрофоны, самолёты. На самом деле всё является энергией Кришны. И с точки зрения Кришны, ну или с точки зрения чистого предного, всё имеет духовную природу. Понятие... Мне очень понравилось, как недавно Аджай Адвайта с вами, который был на Украине, объяснял этот принцип того, что когда энергия становится материальной, когда она используется для того, чтобы закрыть от нас Кришну, в ответ на наши желания наслаждаться, независимо от Него, тогда технически духовная энергия становится материальной. То есть изначально все энергии духовные, все они исходят из Кришны. Но если они играют такую роль, как скрыть от нас Господа, тогда они становятся, как бы технически, они становятся материальными. Хотя по-прежнему это тоже их служение Господу. Облако закрывает от нас Солнце, но облако – это тоже творение Солнца. Солнце испаряет воду в море, в океане, в большой реке. И таким образом образуются облака. Поэтому всё духовно, всё должно быть, поэтому всё принадлежит Кришне. Ишавася, мы дам сарвам, поэтому всё должно быть задействовано в использовании Мушила Парупада очень ярко на примере своей жизни это показал. Хотя родоначальником принципа активного внедрения принципа югтовой раги в преданное служение был, конечно, его духовный учитель Шила Бхакти-Синданда Сарасвадь-Такур. Хочу прочитать немного. Утром перечитывал из книги Бхакти-Синданда Вайбава Бхакти-Викаши с вами. Да, это статус Мушила Бхакти-Синданда Ачария, который приходит для того, чтобы распространить служение Господу, не должен обязательно соответствовать каким-то стереотипам, в смысле, о святых людях. Он должен найти пути, каким образом можно распространить сознание Кришны. Далее вот приводятся как раз вот эти стихи. Я пределение также Пхалгу Вайраги. Прочитаю. В своих трудах Шила Бхакти-Синданда Сарасвадь постоянно повторял, настаивал на важности понимания и применения принципа Юг-Тавараги в как бы прогрессивном Хари-Бхакти. Шила Бхакти-Синданда продемонстрировал этот принцип беспрецедентным образом, показывая, что высший уровень духовного сознания развивается не отсоединяя себя от этого мира, но задействуя все для проповеди Шуда-Бхакти. Традиционно отреченные вайшнавы избегали густонаселенных мест, предпочитая находиться в уединенных святых местах, особенно во Вриндаване и на Вадвипе. Следуя примеру шести госвами, которые спали каждую ночь под другим деревом. Но Шила Бхакти-Синданда Сарасвадь, целью Шила Бхакти-Синданда Сарасвадь была всемирная проповедь. И ключом к этому была югтовая рагия. То есть, будучи бескомпромиссным в принципах, интересная фраза, будучи бескомпромиссным в своих принципах, он был гибким в их применении. Интересно. Будучи бескомпромиссным в принципах, он был гибким в их применении. Он рассуждал, если все является энергией Верховного Господа, почему же мы должны от чего-то отрекаться? Если Бог благой, тогда его энергия также должна быть благой. Почему господин бесчисленных вселенных не может выделить немного своего надела, своего владения, для использования своими слугами? Его истинные слуги – это те, кто понимают, что временные вещи этого мира не должны использоваться для удовлетворения чувств, но должны использоваться исключительно для служения их господину. Служение господину, имеется в виду фронному Господу. Вообще, Лабакдистан Сарасвати хотел задействовать весь мир в служении движения Санкирта на Господа Читании. Но для того, чтобы достичь этого, нужно было завоевать внимание и уважение западных людей. И тех, кто уже обрел индийцев, которые стали, как сказать, их умы уже как прозападнились, стали подобными умам западных людей. Даже в Индии, даже в Индии западная светская парадигма очень быстро распространяла свое влияние. Индийская цивилизация всегда почитала саду, которые осознанно, избегая какой-то жизни в достатке, осознанно жили просто и очень смиренно. Не вызывая, естественно, не стремясь к какому-то уважению со стороны других. Но в то время уже вот эта добровольная нищета не ценилась высоко в тогдашнем обществе. Люди уже имели западные взгляды. И поэтому сложный язык, даже у самого Нитосту Шилу Бактиснану, у самого Бактюрикаши с вами такой язык, как сказать, модерновые современные мыслители отождествляли истинных святых с нищими, которые просто просят подаяния ради своего пропитания. Среди бенгальской социальной элиты, общественной элиты вайшнавы в особенности ну вот как бы отрицались, не были признаваемы, поскольку считалось, что они как бы отвергнуты обществом, безграмотные. Даже не знаю, что это такое. Возможно, бездельники. Вот. И Шила Бактиснанта, принимая внимание вот этот как бы образ в глазах в общественности вайшнавов и понимая для самих вайшнавов, что будет наиболее благоприятным, каким образом может развиваться проповедь, вот ввел очень активно вот этот принцип Югтовой Раги. Здесь приводятся различные примеры. и он приводит здесь знаменитый пример со змеей и мышью. Змея забирается в нору, которая обустроила мышь, поедает мышь и там живет. Подобно этому, если современная цивилизация создала множество материальных вещей для собственного чувственного комфорта, но предные могут задействовать эти уже созданные материальные цивилизации вещи для проповеди движения господичей Танин. Когда ему бросали вызов, что это за такие саду со всеми этими, со всей этой хорошей одеждой, различными удобствами, лошадьми и слонами, Шила Бхакти Сиданта, а еще были автомобили, Шила Бхакти Сиданта и его люди, его ученики отвечали, наилучшие вещи в этом мире должны использоваться в служении Кришне и не для кого другого. Это означает, что ими должны пользоваться именно саду, поскольку саду знают, как использовать все в служении Кришне. Здесь много можно еще сказать, я бы хотел прочитать, но у нас не так много времени. Вот у Гаудио Матха было четыре автомобиля, которые использовались Шила Бхакти Сиданта и его Саньяси для проповедческих, для поездки на проповедческие программы. У Матха также была лошадь и багги, не знаю, что такое багги, слон и даже верблюд. Верблюд был приобретен после того, как Шила Бхакти Сиданта увидел его в Патне и сказал, что вот это существо обязательно должно быть задействовано в служении Махапрабу. Когда губернатор Бенгали сэр Джон Андерсон посещал Майпур, Шила Бхакти Сиданта распорядился, чтобы ему специально готовили мясо в Калькутском отеле и другие какие-то блюда в соответствии с британским вкусом. Иногда Шила Бхакти Сиданту критиковали за то, что он нарушает принцип, который вел Рупа Гасвами Махарамба без необходимости возводить большие храмы. Интересно, Шила Бхакти Сиданта отвечал. Он как бы обосновал свою позицию. Это лишь вопрос собственной возможности. Если у человека есть возможность руководить империей, в то же время находить время для досуга, почему он не может себе это позволить, чтобы в частности позаботиться? А другой кто-то пашет, как проклятый с утра до вечера и не может даже содержать свою семью. То есть если у нас есть возможность без какого-то напряга построить большой храм, почему это не сделать? Если это будет уместно для проповеди. Ну, так. Хотел почитать из этой главы книги Бахтевика Каши Свами Юг Тавараги, потому что это уместно в течение контекста нашего стиха. А вот Махабима Порву. Спасибо. А, так это этот баги это автомобиль. У них был баги какой-то такой маленький автомобильчик, да. Там есть еще А, ВСЦ, да? Натиру кину ведомо кизны. мою новую другу посыланию в чате. А, другу посыланию в чате. А я думаю, еще цель луноход. Так, как не вернуться в чат? Пытаюсь вернуться в чате. Боже мой, как не вернуться в чат перед нами. Так, вот так. Сейчас. Ага. А, вот он. Может, воистину карета. Карета только без лошади. А тут есть и с лошади тоже. Баги. Похоже, что это может быть, это и была карета тогда все-таки. Это был не автомобильчик, это была карета. Поскольку отдельно говорится, что было четыре автомобиля. Да, больше похоже на карету, не видно какой-то автоматики. Спасибо. Спасибо. вот так. Шинопатистан говорил, что все должно быть. Также, да, я нашел тоже сегодня его высказывание, что преданный рассматривает материальный мир как набор ингредиентов для служения Кришне. Как раз это в соответствии с принципом Югтавайраги. Еще раз прочитаю эти стихи. Анасактаси Вишаян Ядкархам Припаюн Джатаха Нирбанда Кришна Самбанхи Югтавайраги Мудшвятэн Прапанчика Тая Будь Я Харисамбанхи Вастуна Мумукшуби Мумукшуби Паритья Го Вайраги Халгу Катхятэн Тот, кто ни к чему не привязан и в то же время использует все для служения Кришны Воистину свободен от собственнических чувств С другой стороны если человек отрекается от всего не зная что все связано с Кришной его отречение нельзя считать полным А может быть оно и считается ложным Смотрю как Близко Шелкопада здесь перевел Шелкопада по-разному переводил этот текст Is not as complete Is not as complete in his renunciation Да он не является полным в своем отречении То есть он в какой-то степени отречен но его отречение да оно не является полным Спасибо за ваше внимание может быть есть замечания дополнения и что будете пробовать пожалуйста Мария Кришна я хочу сказать что несомненно все принадлежит Господу и мы должны как бы все посвящать Господу все материальные вещи посвящать Господу и хочу рассказать историю краткую мы были в Украине и жили там ходили в храм и у меня была машина потом мы уехали в Польшу я эту машину оставил в Украине продал родственнику и мы приехали в Польшу и год был мы ходили в храм здесь с женой и год у меня не было машины и вот я начал молиться Кришне и начал просить говорю Кришна помоги купить мне машину потому что машина нужна и я буду возить преданных будет у меня такое служение буду возить преданных и как-то так все быстро произошло я уехал в Германию и за короткий срок заработал денег и купил там машину и теперь теперь у меня много служений я вожу преданных как бы я понимаю что это все ну как как это все работает как Кришна все это так это фантастически так все происходит и как это спасибо в общем все наши желания должны быть направлены на Господа мы пожелали чтобы было машина чтобы можно было послужить преданным и Кришна выполнил это желание спасибо такая реализованная история спасибо большое это тоже слышал недавно в лекции что-то прием говорил что покупать машину чтобы возить себя ну или может быть свою семью может быть хорошо как бы говорит он сказал неинтересно построить дом для того чтобы самому в нем жить как-то так тоже скучно но если задействовать тогда задействовать служение тогда это меня дело совершенно спасибо спасибо что можете пробовать еще может быть есть какие-то дополнения замечания хорошо тогда на этом остановимся я думаю может это был последний из программных текстов конъектар угряности который мы прочитали посмотрим что будет дальше что мы прочитаем воскресенье я пока еще не знаю спасибо большое вам за ваше внимание и терпение по чакры спасибо дубе руч апатита нам полагаю мы что его нам Спасибо.